привет друзья добро пожаловать на наш канал окей анталия мы с вами сейчас едем в кемер едем из анталии чтобы отдохнуть в отеле viking star hotel дорога в кемер занимает не так много времени примерно 45 минут и столько же километров где-то 45 километров от аэропорта анталия и смотрите такие красивые прямо очень интересные виды сейчас кстати мы заезжаем в туннель как по легенде говорят что в этом туннеле когда едешь надо загадывать желание и они обязательно исполнятся друзья вы наверно уж наверняка бывали провинции анталия отдыхали наверно уже в отелях все включено и знаете какие здесь есть курорты но повторюсь провинция анталии самые популярные города в который можно съездить это сама анталия конечно же да как столица провинции и курорты алания сиды белек и в другую сторону это конечно же кемер кемер это самый популярный пожалуй среди русскоязычных туристов город для отдыха куда вот обрежает бывшая страна снг и по популярности второго на наверное город это алания в алании мы редко ездим она далековато от анталии и там уровень сервиса чуть-чуть немножко но по нашему субъективному мнению он какой-то не очень вот следующие ближе это город сиды на самом деле сиды называется это название маленького городка который находится в районе манавгат это находится примерно в середине между белеком и аланьей там очень много европейцев отдыхает и уровень сервиса там хороший как бы соотношение цена-качество получается по нашему мнению получается значительно лучше вот и еще ближе если брать к анталии это белек в белеке цены конечно повыше но и уровень отелей которые там они тоже по лучшим уровнем в белеке есть такие дорогие отели высококлассные есть и более такого среднего сегмента отелей множество из них имеют концепцию поработать работают по концепции ультра все включено так что уровень там хорошие но у нас в на канале вы можете на плейлисте где отели турции представлен вы можете посмотреть отели как из белека так и сиды и немножко из кемера тут и можете сделать выводы чем они отличаются мы снимаем все честно прямо на своем опыте никто нам ничего не платит просто мы сами приезжаем и в живую снимаем что происходит а в сторону кемера у нас несколько городков есть это самый ближайший это у нас бельдиби следующие это гейнюк потом сам кемер потом уже далее идет там ты кирова и и еще далее если пойти есть еще такой прекрасный городок не городок даже деревня чиралы про чиралы у нас тоже есть видео на канале посмотрите это уже не все включено отдых не пляжный отдых скажем так это это природа это здоровье это сила в общем вот тоже посмотрите про чиралы мы пока с вами продолжаем наш путь в отель викинг старт отель в кемере и и наслаждаемся прекрасными видами и вы тоже посмотрите друзья вот мы заехали сам кемер уже едем по главной улице кемера едем в сторону центра отель викинг старт отель находится прямо в центре это прямо рай для тех кто едет турцию для шоппинга там вокруг много магазинов мы еще с вами посмотрим вот буквально у нас километр остался до нашего отеля и вот здесь смотрите и слева и справа здесь множество отелей практически одни отеля turn right on to 495 so как then turn left on to 489 so как вот наш отель справа справа Друзья, вот мы находимся с вами около входа в отель Viking Star который находится в Кемере Сейчас с вами посмотрим этот отель изучим как, что он из себя представляет Мы с вами посмотрим комнату Мы с вами посмотрим завтрак возможно ужин Мы с вами изучим территорию отеля что здесь в спа сходим на пляж сходим и вообще поделимся с вами своими впечатлениями об этом отеле своим отдыхом Поехали! Посмотрим наш номер Вот такой вот уютненький, небольшой номер Все на своем месте, ничего лишнего Тут есть какие-то небольшие пятна на полу Но вообще это не критично Номер хорошенький Кондиционер общий Здесь имеется Так, шкафчики Ну, шкафчики такие как обычно Сейф пока не видно Может он есть Может и нету Сейчас посмотрим Ага, да, вот здесь вот сейф имеется Вот и Такие полочки Мини-бар оказывается здесь расположен Шкафчики Посмотрим, что там Ну, скромненько Вода Но тоже не помешает Такие полочки Так, посмотрим сейчас Ванную Вот так вот Фен здесь Зеркало И вот принадлежности Гель для душа Шампуни Так, это, наверное Для головы А, это мыло И еще что-то Еще не смотрел Как там написано А, макияж По-моему Это Ватные палочки Скорее всего Что-то ватное Так Телефончик Как же без него Когда В туалете Душ Не ванна А такой полноценный Хороший душ Закрывается Стекляшкой Тоже удобно Иногда бывает Не закрывает Полотенчики Все на месте Так Так И давайте Еще посмотрим Балкончик Балкон Такой Уютненький Небольшой столик Два Стула И вид Вид, конечно Очень красивый Вот впереди Горы Ближе Вот это Апельсиновый сад Я вижу Сразу же бассейн Сейчас еще пока Только Начало марта Поэтому Бассейни Купающихся Не видно И как ни странно Даже загорающих Не вижу Ну Завтра Будет Солнечная Погода Наверное Будет Уже Красивее Вот Такая Вот Площадка Видна Из Балкона Также На столе Есть Вот такой Путеводитель По Сервисам Отеля Видите Языки Турецкий Английский Немецкий Норвежский И конечно же Русский Тоже есть Так как В отеле Много Бывает Русскоязычных Здесь Вкратце Описывается Что тут У нас еще есть Вот Нам дали Такую бумажку С Описанием Сервисов Отеля Также И Это Что у нас Такое Ага Ну Тоже Такая Справочная Информация И бумага Чтобы Можно было Записывать Друзья Покажу Немножко Что у нас Где находится Отель Вообще В Кемере Это прямо Центр Кемера Очень Удобное Место Для тех Кто хочет Прогуляться По Кемеру И кто хочет Сделать Покупки Здесь Магазинов Вот смотрите За мной Находится Отель Да Вот наш Отель Викинг Стар Отель И Сейчас Буквально Я Пока Вам буду Говорить Буквально Пройду На Центральную Улицу Кемера И покажу Вам Где мы Находимся Здесь Пока еще Зима Поэтому Вот здесь Ресторанчики Есть Такие Это уже Внешние рестораны Не принадлежащие Этому отелю Они пока Закрыты И вот Смотрите Мы с вами Уже Буквально За полминуты Вышли На Главную Улицу Кемера Здесь У нас Сейчас Я поверну Камеру Вот здесь У нас Почта Почта Куда вы Можете Пройти Здесь Даже Вот Товары Привезли Давайте Мы Сейчас Обойдем И Вот Главная Улица Кемера Это Вот мы Сейчас Смотрим На сторону Анталии А Нам Надо Центральную Площадь Вот сюда Вот здесь Уже Начинаются Туистические Магазины Здесь Есть Аптека Здесь Впереди Есть Обменник Кто Не успел Купить Доллары Или поменять Деньги Вот Сейчас Раннее утро Поэтому Магазины Еще Закрыты Я специально Вышел Пораньше Чтобы Никто Нам С вами Не беспокоил Вот Нас С вами Не беспокоил И Вот Видите Уже Те самые Знаменитые Часы Кемера Вот И Если Сюда Направо Пройти Вот Обменник Я вижу Видите Вот 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 Смотрите Друзья Как раз За мной Находится Главная Площадь Кемеры Это Часы Да Здесь Еще Тоже Некая Площадь Не знаю Как Называется Вот Отсюда Можно Пройти Попасть Уже В любой Уголок Кемера Если Сюда Пойдете Несколько Магазинов Сетевых Это LCYTiki Там Ох Название Не помню Покажем Migros И так далее Если сюда Пойдете Тоже Целая Улица С Магазинами Целая Улица С магазинами Там Тоже В общем Отель Расположен Прямо В самом Центре Центре Кемера Друзья Если вас Интересует Парковка То Машины Можно Оставлять Прямо Перед Отелем Отдельной Такой Специальной Парковки У отеля Нету Но Если Перед Отелем Места Не будет Есть еще Такая Здесь Прямо Государственная Какая-то Парковка Вот И спокойно Можно сюда Оставлять Машину Ну давайте Зайдем И посмотрим Территорию Отеля Здесь Справа Ресепшн Где Мы Оформляемся С вами И Вот это Уже Все Территория Лобби Здесь Вот кресло Ближе к вечеру Это Заполняется Все И Главный Бар Отеля Это Лобби Бар Вот Здесь Находится Здесь Самый Большой Ассортимент Напитков Здесь Можно Заказать И настоящий Кофе Пиво Вино Двух Видов Такие Безалкогольные Напитки Газированные Из крепких Тут Рак Водка Джин Я видел Может быть Еще что-то Есть Такое Ну Все Местного Производства Также Здесь Прямо Здесь Стоит Аппарат Для холодных Напитков Еще Чтобы Не ждать Если Что Вода Кстати Вода Не в Бутылках Вода Вот Из таких Аппаратов Наливается Если Спросить Воду Еще Могут Дать Таких В Пластиковых Контейнерах Маленьких Так Тоже Можно Если Хотите С собой Взять Например Все Остальное Вот То Что Здесь На Витрине Видите Это Все За Отдельную Плату Ну Как Обычно Бывает Здесь Фотограф Можно Заказывать Фотосессии Здесь Должна Быть Как Должен Быть Магазин Круженных Изделий Но Сейчас Зимний Сезон Клиентов Видимо Мало Поэтому Он Сейчас Не Работает Эти Магазины Практически Сейчас Не Работают И Смысла Нет Потому Что Рядом Здесь Куча Магазинов Зачем Покупать Подороже В отеле Когда Их Много Прямо Рядом На Улице Вот И Дополнительные Рестораны А Они Сейчас Тоже Пока Закрыты Зимний Сезон Тут В лобби Даже Есть Небольшая Библиотечка Смотрите Можно Брать И читать Если Вы понимаете Эти Языки На которых Эти Книги Написаны Большинство Из них Немецком Это Говорит О том Что Здесь Отдыхают И гости Из Германии Это Тоже Хороший Признак Вот Если Мимо Ресепшена Пройти Ресепшен Справа Остается Мы Увидим С вами Уже Основной Ресторан Отеля Это Основной Ресторан Отеля Где Проходят Завтраки Обеды Ужины Друзья Утро В отеле Начинается Завтрака Посмотрим Что Сегодня Предлагается У нас В ресторане Отеля На Завтрак Здесь Такие Свежие Блюда Булочка Что Я не знаю В масле Вот так Готовится Блины Или Панкейки Кому Как Больше Нравится Они Тоже Свеженькие Яичницы Глазуньи Вот Крама Здесь Готовят Здесь у нас Различные Хлебобулочные Изделия Вот это Что-то Похожее На Семит Булочки Булочки Такие Другие Это Рогалики Или как Она Называется Там Диетическая Это Овсянка С Изюмом Вот Для нас Специально Принесли Суджук Жареный Это Как бы Турецкая Колбаса Только Ее Кушают Только В жареном Виде Это Шпинат И Яйца Одного Вида Из Холодных Закусок Я смотрю Вот Колбаски Различные Вот Такие Соусы Оливки Разных Сортов А здесь Можно Приготовить Здесь Можно Приготовить Тост Можно Приготовить Мераба И Вот Такой Вкусный Тост Получается Здесь Сыр Крем Такой И Много Разных Других Видов Сыров Сухой Сыр Вот Этот Мне нравится Вот Этот Такой Молочный Вкус У него Это Тоже Более Более Похож На Классические Наши Сыры Это Солененький Сыр Такой Плетенка На На Удивление Много Видов Сыров Я Смотрю Вот Этот Тоже Прикольный Класс Классический Сыр И Сыр Который Похож На Творог По Вкусу Такой Вот А Здесь У нас Сухие Завтраки Вот Молоко К ним Вот Из Этого Аппарата Можно Налить Шоколадный Порошок Тут Сахар И Различные Сухие Завтраки Это Для Детей Для Тех Кто На Диете Вот Тоже Очень Полезная Штука Сухофрукты Тоже Есть И Горох Здесь Уже К чаю Вафельки Печенюшки Разные Халва Есть Вкусная Шоколадная Много Видов Вареньев И Джемов Вот Здесь Луком Один Вид Спрятался Но Они Еще Есть Там Дальше Вот Сколько Вареньев Мед Мед Есть Двух Видов И Тахин И Лукумы Классические Турецкие Лукумы Смотрите Вот Несколько Видов Орешками Тут Несколько Видов Хлеба Вот Большой Турецкий Классический Хлеб Который Местное Население Обожает Такие Булочки И Черный Хлеб Прямо Здесь Можно Себе Нарезать Йогурты Четыре Вида Йогуртов Ну Вполне Неплохо Вот Здесь Еще Фрукты Немножко Апельсины Есть Грейпфруты Нарезан В виде Перец Базилик Салат Листья Лимон Лучок Очень Даже Острый Перчик Здесь Зелень Огурцы Свежие Петрушка Рукола Помидоры Укроп И Компоты Компотики Такие Вишня Абрикосы Различные Компоты Аппарат С холодными Напитками Здесь Работает С утра Уже Также Включена Кофемашина Которая Умеет Делать Два Вида Кофе И Горячую Воду Может Давать Еще Также Можете Чаи На свой Вкус Вот Такие Взять А Классический Турецкий Чай Вот Он Из Этого Аппарата Также Чай Можно Налить И Из Этого Аппарата Если Там Будет Очередь Друзья Мы Спустились С вами На Цокольный Этаж На Этаж Минус Один Вот Здесь Есть Доктор Отеля Его Услуги Не Входят Во Все Включено Он Оплачивается Отдельно Надеюсь Вам Не придется К нему Обращаться Во время Вашего Отдыха И Здесь Спа Центр У нас Викинг Спа Называется Давайте Пройдемся По Спа Центру Тоже Посмотрим Здесь Уютная Обстановка Генайден Вот Здесь Некоторые Услуги Здесь Тоже Можно Посмотреть Судя По Надписям Здесь Вот Еще Продаются Различные Масла Тоже Если Вы Не Нашли Здесь Берется Полотенце По Карточкам И Внутри Посмотрим Что Здесь Есть Можно Заказывать Услуги Массажа Я Вижу Вот Здесь Есть Девушки Которые Азиатской Внешности Видимо Из Таиланда Индонезии Так Здесь Спа Центр Не Спа Центр А Фитнес Центр Вот Зайдем Посмотрим Фитнес Центр Вот Такой Вот Цвет Включил Для Вас Посмотрим Конечно Мало Кто Наверное Из Наших Едет Чтобы Заниматься В Спа Центре Но Такие Тоже Есть Иногда Я Вижу Кто Занимается Вот Кто Разбирается Наверное Поймет У меня Большие Знания В спорте Нет И Вообще Здесь Конечно Спорт Зал Это Улица Это Море Когда Сюда Приехал В Подвальном Помещении Заниматься Особо Наверное Мало Кто Захочет Но Аппараты Судя по Всему Все Рабочие Вот Все Аккуратненько Прямо Напротив У нас Находится Крытый Бассейн Вот Как Спокойненько Здесь Температуру Воды Хочу Проверить Вчера Она Была Довольно Таки Прохладненькая О Сегодня Вот Похоже Нагрев Включили Сегодня Она Тепленькая Но Чуть Чуть Муть Какая Чувствуется Не знаю Почему Это Так Обычно Вода Должна Быть Супер Прозрачной Вот Такой Основной Бассейн И Здесь Сзади Еще Бассейн Для Детей Неглубокий Чтобы Они Были В Безопасности А Здесь У нас Напитки Чай Можно Заказать Вот Вода Точно Бесплатная Остальное Не могу Сказать Бесплатная Или Только Для тех Кто Платные Услыги Заказывает Здесь Не Не В Курсе Здесь Душева Есть Такой Парная Комната Сейчас Отключена А Так Когда Она Работает Здесь Такой Пар Густой Густой Пар И Тоже По-своему Приятно А Здесь Уже Хамам Хамам Посмотрим Так Спокойно Никого Нет Убрались Все Чистенько Уже Вот Температура Плиты Посмотрим Температура Плиты Хорошая Есть Еще Отдельная Комнатушка Такая Но Она Как ни Странно Здесь Нету Большой Плиты Здесь Вот Только Вот Так Вот Если Вы Хотите Отдельно Помыться Вот В принципе Вот Эта Часть Она Довольно Широкая Может Быть Там Можно И Полежать Посмотрим Температуру Да Она Чуть Чуть Холоднее Чем Та Часть Но Тоже Нормально Также Есть Классическая Сауна Вот Всю Сауну Показывать Не буду Здесь Люди Вот Вот Примерно Такая Вот Комнатушка Температура Хорошее Вот После Процедур Можно Зайти В Эту Комнату Отдыха И Отдохнуть Полежать На Этих Лежаках Слушая Звуки Природы И Тихую Музыку Выходим Из Лобби На Улицу Вернее Во Двор Отеля Викинг Старх Отель И Смотрите Это Чудо Это Чудо Друзья Вообще Смотрите Какой Вид Вид Обворожительный Отель Не на Первой Линии Да Но Вот Этот Вид Только Ради Него Уже Можно Сюда Приехать Мне Кажется Лежишь Себе На Лежаке И Смотришь На Эти Прекрасные Анталийские Горы Вот Это Основной Бассейн Он Небольшой Сам По Себе Ну Сам Отель Тоже Небольшой Видимо Его Хватает Сейчас Начало Марта Прохладненько Особо Купающих Хоть Нет Давайте Посмотрим Что Там У нас Кстати Вот Напротив Нас Вот Там Снэк Бары Должны Быть Которые Видимо Зимой Не Работают А Летом Работают Вот Это Небольшой Такой Амфитеатр Тоже Сейчас Из-за Холода Вечерние Мероприятия Проводятся Не здесь А внутри Вот И Видите Здесь Ремонтируется Некий Бар Перед Амфитеатром Мне Всегда Интересно Посмотреть Где Что Же Там За Забором Давайте Посмотрим Вот Тоже Поднимем Нашу Камеру Вот Так Вот И Посмотрим Что Там Через Забор Там Было Видно Апельсиновый Сад Сейчас Я сам Не вижу Что Там Потому Что Камера Высоко Я Внизу Вот Вы Наверное Сами Оценили Кто Там Находится Вот Впереди Нас Такая Довольно Таки Большая Терраса Которая Выходит Прямо Из Ресторана Из Главного Ресторана Отеля Вот Можно Обедать Внутри А можно Выходить Сюда На улицу И здесь Можно Обедать Вот На этом Улалке Пока Ничего Не Работает Но Здесь Есть Вот Что Такие Прекрасные Цветочки Вот Эти Смотрите Они Днем Были Раскрыты А Сейчас Они Утром Такие Закрытые Вот Такие Прекрасные Цветы Еще Здесь Видите Они Вам Улыбаются И говорят Привет Привет Подпишитесь На канал Окей Антария Мы Еще Будем Вам Еще Улыбаться Вы Надеюсь Уже Подписались Да Такие Цветочки Друзья Сейчас В отеле Viking Star Отель Начинается Ужин Давайте Посмотрим Что Сегодня Предлагается На Ужин В этом Отеле Вот Горячее Блюдо Рис Такие Такие Мясные Шарики Это Куриные Шницели Индейка Обжаренная Такая В соусе Идет Кабачки С соусом Написано Мясное Печенье Ну Это Вот Очень Напоминает На Наши Пельмени Но Это Монты Картофель По Деревенски И Рыба Рыба Приготовленная На пару Диетическое Блюдо Вот такое Вот Аппетитное Холодные Закуски Смотрите Это Чиковте В переводе Означает Сырые Котлеты Но На самом деле Здесь мяса Нету Это делается Из булгуры И много Приправы Очень вкусное Турецкое Блюдо Раньше Не понимал А вот Сейчас Мы Это довольно-таки Часто я кушаю Очень интересное Блюдо Чиковте Так Это фаршированные Кабачки Курица Такая Сыр Сыр Разных Видов И еще Холодные Закуски Смотрите Вот такие Полезные Закусочки Турецкие Народные Блюда Здесь Идут Цветная Капуста Это Такой Холодный Салат С капустой Салат Со Шпинатом Очень аппетитно Выглядит С фасолью Это Баклажаны Такие По-турецки Сделаны Тоже Салат С йогуртом Салат С томатами Супы Два вида Вот Куриный Суп Сделан По-турецки Очень аппетитный Очень вкусный И Суп Пюре Вот такой Тархана Чорбасы Называется В качестве Соуса Предлагается Вот такой Йогурт Оливки Маринованные Корнишоны Маленькие Огурчики Такие Маринованные Свекла Красная Перец Остренький Для любителей Солености Кетчуп Майонез Вот как их готовят Салаты Свежие Морковка Салат Со Цветной Капустой И С Томатами Даже не цветной Красной Капустой Как она Называется Огурцы Лучок Острый Перчик Вот такой Вот Аппетитный Тоже Салатик С морковью И зеленью Лимон Свежий Тоже Такие Салатики Томаты То есть Помидоры Если уж По нашему И зелень Смотрите Несколько Видов Зелени Петрушка Базилик Укроп Все Довольно Таки Аппетитненько Вот такие Аппетитные Куриные Шашлыки Так Накладывают Их Макароны Макароны Картофель Фри И Много Видов Приправ На любителей Вот Картофель Фри Готовятся Свеженькие Сладости К чаю Что у нас Сегодня На ужин Смотрим Вот такие Пироженки Вот Турецкие Такие Сладости Вот это Тоже Турецкая Сладость Очень вкусная Тоже Вот Турецкая Пахлава Смотрите Какая Аппетитная Вот Вот Пока Не разрезали Такой Тортик Большой Вкусный Аппетитный Вот такое Вот блюдо С шоколадом Разные Виды Много Видов Сладостей Мне Вот Это Блюда Понравилось Например Ну На все Вкусы Также Работает Кофемашина Здесь Два Вида Кофе Здесь Черный И Есть С Молоком Также Вот Чай Аппарат Для Чая Здесь Заварка Наверху А здесь Кипяток Настоящий Турецкий Чай Фрукты Есть Мандаринчики Мандарины Смотрите Вот Это Мандарины Из Кемера Именно Местные Мандаринчики Они Очень Сладкие Не мелкие Но Очень Сладкие Апельсины Бананы Тоже Турецкие Местные Они Производятся В сторону Аланьи Больше В таких Теплицах Груши И Конечно же Яблоки Здесь Прямо Отдельный Столик Для Чай Кофты Вот Такая Вкусняшка Их Вот так Изготавливают Вернее Вот так Их Подают Очень Интересное Турецкое Блюдо Рекомендую Попробовать Также В вечернем Ресторане Работает Бар Тут Список напитков Здесь Написан Можете Сделать Паузу И Почитать Ну Вкратце Скажу Что Здесь Есть Красное И белое Вино Есть Вот Более крепные Алкогольные Напитки Вот В таких Маленьких Бутылочках Вот Такой Вот Ассортимент Сегодня Народу Довольно Таки Много Но Не Всегда Такая Очередь Не Всегда Так Много Народу Опять Таки При Желании Любой Может Довольно Быстро Получить Свою Еду Это Сильно Не Напрягает Ну И Напоследок Хотелось Бы Поделиться Своими Впечатлениями Об этом Отеле Начнем С Заселения Это Наверное Самый Первый Отель Куда Мы Приехали И Сразу После Оформления Документов Нам Предоставили Ключ От номера Сказали Можете Пройти В номер Оставить Вещи И Пользоваться Всеми Услугами Отеля По Номеру Номер Такой Средненький Небольшой Но Видно Что Здание Уже Не Совсем Новое Но Все Равно В номере Чистенько Аккуратно Очень Уютно Полотенца Все Чистые Постельное Белье Чистое Убирались Каждый День Постельное Белье Мы Меняли Не Часто Но Полотенца Меняли Каждый День Минусы Сразу Скажу В Дневное Время Где-то С 11 До Четырех Часов Почему-то В номере Не было Горячей Воды То есть Она Тепленькая И Второй Минус Это Для Пятизвездочного Отеля Все Включено В Мини-баре Была Только Вода То есть Никаких Газированных Напиток Не было Питание По питанию Хотелось бы Сказать Что Да Все Вкусно Горячее Но Не такой Большой Ассортимент Блюд То есть Все Есть Допустим На обед И на ужин Есть и Говядина И курица И рыба Но Это все В одном Экземпляре Так скажем Не то Что там Много Разных Не жарено Парено Не так Только в одном Виде И Фрукты Есть Там 5-6 Видов Фруктов И на обед И на ужин На завтраке Эти фрукты Есть Но они И в консервированном Виде Есть И в свежем Но они уже Нарезанные Такие Также По питанию Днем Есть Как Снэк-бар Так скажем Но это все В зимнее время Наверное Это все В самом В основном Ресторане То есть Не по территории Отеля Во второй половине Еще также Есть Время Ну как Для чая То есть С пироженками Да Там Печеньками Сякими Ну для мужчин Кратко Про алкогольные Напитки Тоже добавлю Что Здесь С этим Значит Пиво Пиво Отличное Такое Плотненькое Пиво Туборг Продвигается Очень вкусное Очень понравилось Из крепких Алкогольных Напитков Турецкие Всякие Виски Там Водка То Это не советую Ну Низкое качество Очень Не думаю Что там Будет Большая польза Для здоровья Из крепких Напитков Раке Можно Просто так Можно С водой Со льдом Вот Раке Сами Местное Население Тоже Его Употребляет Скажем так Вот Из крепкого Вот это Вот А из Вин Вин Красное И белое Вино Здесь Есть Да Оно Такое Не такое Плотненькое Не такое Как грузинские Хорошие Вины Конечно Да Ну так Для отеля Для такого Употребления Вполне Неплохо Еще Кофе Кофе Есть из автоматов Такое Обычное Но Также Если вы Попросите Тоже Бесплатно Есть Кофе Натуральное Можно Турецкое Кофе Настоящие Заказать Таких Маленьких Стаканчиках Вот И Также Можно Другие Сорта Кофе Заказать И Они Вам Сделают Это Делается Тоже На автомате Но Все равно Там Уже Настоящий Кофе Из Зерен Ну Примерно Так По Напиткам А так Вообще Мне Лично Отель Понравился За свои Деньги Вполне Неплохо И Есть Где Погулять Дальше Анимация Вы знаете Анимация Здесь Днем Именно В зимний Концепсе Да Мы Были В марте Днем Никакой Анимации Нет Ни Дарца Ничего Но Вечером Есть Анимация Живая Музыка То есть Поют Песни Какая-то Шоу Программа Единственный Такой Один Момент Был Мы Как раз Получилось Что мы Попались На 8 Марта 8 марта Там Живая Музыка Была Пели Танцевали А 9 Мая Сказали Сегодня В шоу Программе Участвуют Только Женщины То есть Мужчин Как-то Так Вежливо Попросили Из Зала Так Скажем Что Типа Этот Вечер Посвящен Только Женщинам Ну Вот Такой Момент Был Наверное Мужчины Там Я не знаю Больше Никаких Программ Не было Наверное Гуляли Дальше Спа Зона Спа Зона Здесь Хорошая Есть И Бассейн В принципе Такой Ну Не скажу Что Огромная Но Такой Большой Можно Так Поплавать Момент Такой Есть Что Вот Мы В первый День Приехали Холодно Вода Была Очень Холодная Мы Думали Ну Все Не Будем Купаться А На Хорошо По Территория Отеля Территория Отеля Есть Но Всю Территорию Почти Занимает Бассейн И Бассейн Причем Он Небольшой Такой Маленький Зимой Никаких Снэк Баров И Ничего Около Бассейна Нет Все Вот В этих Пределах Только Но Здесь Классная Территория За Отель Да То Отель Находится Прямо Рядом Ну Как В центре Кемера Прямо За мечетью Да Вот Большая Мечеть В центре Есть Прямо За Мечеть Очень Мечеть Правда Кстати Азан Утром И Вечером Очень Хорошо Слышна В номере Ну Это Коротенько Не Так Сильно Напрягает Это А Так Вот За Территорию Погулять Можно Все Магазины Здесь То В принципе И Внутри Территории И Не Нужна Пляж На Далеко Так Скажем На Автобусе Нужно Ну Как От 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 Сети Викинг Описание Именно Этого Видео Ссылку Оставим К Описанию Этого Виде Можете Посмотреть Нам Сказали Что Один Пляж Все Отели Этого Сети Викинг Ходят На Один Пляж На Пляже Там В принципе Ничего Нет По-моему Даже Воды Не Было Там Просто Есть Лежакие Зонтики Из Напитков Из Дополнительную Плату А Так Бесплатного Нет Если Летом Так Было По-моему Были В Мае А Уж Зимой Подам Ничего Нет Детская Анимация Здесь Есть Мини Клуб Но Зимой Мы Тоже Ничего Не Видели Хотя Есть Дети В Я Повторюсь Мы Отдыхали Еще На Викинг Викинг Гаден Четырехзвездочный Отель И Вот Этот Викинг Стар Пятизвездочный Отель Вы Знаете В принципе Мне По Территории Даже Показалось Что Тот Четырехзвездочный Отель Намного Даже Лучше Но Вы Посмотрите По цене Если Будет Все Так Тот Отель Дешевле Чем Этот То Смело Можно Купить Даже Можете Делать Такой Выбор Но Вообще Для Шоппинга Этот Отель Прям Идеальный То есть Можно Даже Не Ехать В Анталию За покупками А погулять По центру Кемера Здесь Есть И Сетевые Магазины И Такие Продуктовые Магазины Также Есть И Туристические Вот эти Магазинчики Но Все Таки Я Рекомендую Сначала Сходить В Мигрос В Там Есть И Какие-то Там Крема Шампуни Допустим Там Кутурецкие Какие-то Если Вы Уже Там Не Найдете То Можно Сходить Уже В Туристические Потому Что В Туристических Магазинах Те Же Вещи Даже Те Же Чаи Ну Намного Дороже Такой Момент Есть Ну В общем Впечатления Об этом Отеле У меня Остались Положительные Цена Качество За Эту цену И Естественно Можно Купить Приехать Отдохнуть Заодно И увидеть Все Красоты Города Кемер На этом Наверное Все Если Вам Понравилось Наше Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш Канал Тем Самым Вы Поможете В продвижении Нашего Канала А пока Все Пока Пока